Всем привет! Рада, что заглянули на мой канал. Сегодня я вам покажу и расскажу о своих покупках, сделанных за несколько недель последних. И хочу вам рассказать свои впечатления. Я хочу начать с сухого шампуня от Граниер Фруктис, упругий объем. Средствами этим пользовалась два раза, но так особых каких-то результатов я и не добилась. Первый раз может мало на брызг, за второй раз может много, но как-то не выглядят волосы более чистыми, как я ожидала от этого средства. Следующее средство, вернее продукт, я купила матирующие салфетки, неизвестная мне фирма КВС. Такие вот салфеточки, вот они размеры, довольно-таки хороший объемчик, не маленькие они. Салфеточки мне нравятся, сто штук в этой коробочке. В общем-то хорошие средства мне понравились. Далее я купила вот Reflame помаду. Давно я хотела ее попробовать. Помада 3 в 1. Так, на русском пытаюсь найти на коробочке, вот в такой вот она коробочке. Так, не настроила я камеру. Так, в общем, вот в таком вот фруктлярчике, 3 в 1. Блеск, помада и цвет. Вот видите, тут три такого вот цвета. Особого, конечно, увлажнения на губах я не заметила. Мне даже, кажется, немножко сушит мои губы эта помада. Но цвет мне понравился. Вот он на руке и на губах. На губах даже немножко светлее выглядит, чем на руке. Так, еще одно средство от Reflame я купила Giordani Gold. Это ночное питательное средство для роста ресниц. Оно белого цвета, вот с такой вот кисточкой. Пользуюсь, пока не знаю, какой будет эффект, но что-то решила заняться своими ресницами. Это все хаю туши, что плохие они. Думаю, надо попробовать. Может, дело-то в моих ресницах. Так, далее, что я купила. Это, конечно, можно называть покупка под влиянием YouTube. Это крем-гель от Rimmel. Matte Perfect, вроде бы, называется английский. Не знаю. Оттенок у меня 100. Ivory. В общем-то, средство это я давно хотела попробовать, но не могла найти оттенок. Все, они были темные. Я вот этот купила. Вроде бы он самый светлый. Смотрите, крышечку не могу открыть. Положу сейчас ее в коробку, чтобы не пачкать. И то вот он мне показался даже темный. Но он действительно сливается с кожей. Ой, что-то много взяла. Давайте я даже на светлой, вот смотрите, рука, вот, кажется темная. Но вот наносишь на руку. И смотрите, легкий-легкий оттенок дается. Но он очень естественный получается. Так, посмотрите, даже уже и не видно, где нанесла. В общем-то, средство мне это понравилось. Единственное, что через какое-то время оно западает в поры, начинает их подчеркивать, если не использовать никакую базу. А если нанести базу, то, в общем-то, довольно сносно. Прошу прощения, еще до конца не вылечила. В общем-то, и... О чем я? Да. Но, единственное, никакой маскировки не дает. Но, в общем-то, средство интересное, легкое. Для жирной кожи особенно, мне кажется, очень хорошо. Я же наношу сейчас увлажняющим кремом. Потому что иначе плохо наносится на кожу. Вот. Удовлетворила я свое любопытство. Давно я хотела его попробовать. И понравилось мне. Конечно, не вызывает оно у меня такого восторга, как вот у многих девочек, что это такое суперсредство. Так оно хорошо наносится на кожу. Наносится хорошо, но... Все равно есть свои какие-то минусы этого средства. Не такое оно идеальное. Нет маскировки, подчеркивает поры. И через какое-то время оно пропадает с кожи. То есть его где-то часа через 4-5 уже на коже не видно. Далее у меня были покупка... А, вот еще у меня покупка для тела. От Натура Сибирика. Густое сибирское белое масло для тела антицеллюбитное. Тоже оно всем известно. Решила себе его приобрести, попробовать. Действительно очень густое. Но довольно-таки неплохо впитывается в мою кожу. Приходится даже, чтобы впиталось интенсивно, массировать кожу. В общем-то, тоже что неплохо. В общем-то, пока пользовалась два раза. Но пока у меня положительные эмоции. В состав входит белый пчелиный воск, натуральные масла, лимонник. Вот такой вот средство. И следующее средство у меня было для ногтей. Первое средство от Эвелин. Было вот в такой вот коробочке. Это спа-маникюр без посещения салона. Это средство у нас мультивитаминный препарат для укрепления ногтей с кальцием и коллагеном. Вот такой вот пузыречек. Наносить его в один-два слоя можно под лак. Я начала его недавно еще пользоваться. Поэтому не могу вам сказать никаких результатов. О нем ничего не хорошего, не плохого. Так, сейчас я вам прочитаю состав. Многофункциональный, высокоэффективный препарат для укрепления ногтей с витаминами, кальцием, коллагеном. Революционная формула глубоко питает, увлажняет ногти, препятствуя тем самым расслоению ногтей, проявлению микротрещин и повреждений. Витамины Е и В5 оказывают неоценимое восстанавливающее действие, повышают эластичность и упругость ногтевой пластины. В общем-то, заявлено все очень такое хорошее и нужное. Буду пользоваться этот результат. Следующее, что я купила, это вот такой вот баночки биовоск для ногтей. Питательный был еще восстанавливающий, но я взяла вот такой. Тоже хороший состав, очень много всего полезного. Буду, в общем, пользоваться, потому что ноготочки мои периодически слоятся. В общем, такой вот он желтенький, жирненький. Такой запах, не меда, конечно, но вот специфический такой вот. Сразу поймете, что это что-то пчелки сделали, наверное. И следующая покупка я, наверное, назову ее неудачной в плане цвета. Я, когда покупала этот лак от Helen Black, вот, быстросохнущий, стойкий, безопасный лак для ногтей, я покупала из-за цвета. И я думала, что на ногтях он тоже будет вот такой, но, к сожалению, он на ногтях практически бесцветный. Вот, где он у меня? А, вот она. Видите, слегка розоватая такая пластиночка. И на ногтях выглядит практически так же бесцветно, легкий такой перламутр с розового. Вот. В плане стойкости я бы не сказала, что уж так он долго держится, дня 3-4, где-то так вот. Это у меня были все покупочки. И у меня еще был заказ с сайта Pierre Rico. Заказала я себе вот такое молочко для тела. Так, написано увлажняющее, тонизирующее молочко для тела. Эффект лифтинга. Конечно, эффекта лифтинга я не заметила. Здесь объем... Где у нас объем написан? 200 мл. Мне очень понравилось, что он с помпой. Так, сейчас я вам попробую его нанести. Вот. Довольно на такой жидкой консистенции. Я бы даже сказала, как на водной основе. Такой приятный, очень нежный запах. Впитывается очень быстро. Нежирный. Что мне очень нравится. И кожа становится очень мягкая. Мне понравился вот этот вот. Крем заказала. Я себе еще корректор. Вот такой вот тоже от Пьер Рико. Он идет в одном оттеночке. Вот в такой коробочке. Так. У него здесь поролоновая такая вот губочка. Вот так вот выкручивается. Там точечки выходят. И... Вот. Он кажется темным, но он действительно сливается, этот корректор с кожей. Очень хорошо маскирует. Сейчас, стойте, я его разнесу по коже. Вот. Тоже вот. Буквально через несколько секунд он сливается с кожей. Прекрасно маскирует. Конечно, у меня таких серьезных проблем с кожей нет. Как, допустим, какие-то рубцы, что-то еще. Я не могу сказать, как он маскирует. Но вот синяки под глазами хорошо. Допустим, какие-то покраснения на коже. Какой-то ненужный прищик выскочивший. В общем-то, довольно-таки неплохо этот корректор маскирует. Объем у него 2,5 мл. Вот. Так что пользуюсь пока мне он нравится. И в подарок мне прислали вот в таком вот симпатичном... Сейчас я развяжу бархатном мешочке. Так вот. Видите? Кулон. Написано из муранского стекла. Вот он такой. В нем как бы запаяна золотая фольга 24 карата. В общем-то, очень приятная такая вещица. Такая тяжеленькая и красиво, в общем-то, смотрится. Вот. Очень мне понравилось. Это все мои приобретения, которые были за последнее время. Надеюсь, что-то вас заинтересовало. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.